МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнор Жакен. Сегодня выпуски. Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года. Чемпион Азии по легкой атлетике Дмитрий Карпов назначен руководителем областного управления физкультурой и спорта. В областном Акимате произведены назначения новых руководителей. Осознать роль и значимость флага, герба и гимна Казахстана. Такова цель праздника. Более трех тысяч карагандинцев приняли участие в мероприятии, посвященном Дню государственных символов. 3 июня члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» благополучно вернулись на землю. В 18.39 по местному времени спускаемый аппарат благополучно приземлился в Жасказганской степи. Обо всем более подробно. В Карагандинской области назначены руководители трех управлений сельского хозяйства, ветеринарии, а также управления физкультурой и спорта. О кадровых изменениях сообщил на заседании актива глава региона Ерлан Кушанов. Руководителем областного управления сельского хозяйства назначен Саганжан Апакашев, руководителем управления ветеринарии Каэрбек Турсенбеков. А за развитие физкультуры и спорта теперь отвечает Дмитрий Карпов. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов обозначил задачи перед вновь назначенными руководителями. В сельском хозяйстве это увеличение инвестиций, производительности труда, повышение экспортного потенциала, контроль инфляционных процессов. В первую очередь это увеличение производительности труда в сфере сельского хозяйства. Это поручение главы государства. Индикаторы наши. Все надо до конца года выполнить. Инфляционные процессы. Это тоже будет зависеть в первую очередь от вас, от вашего управления, как вы сработаете. Экспортный потенциал. На сегодня задача стоит мясное направление через откормочные площадки. Это тоже вы должны этим заняться. И самое главное – это инвестиции. Пока у нас слабо идут инвестиции. Именно в вашу сферу. Главный вопрос в сфере ветеринарии – идентификация животных. Также необходимо усилить работу по профилактике инфекционных болезней скота. В первую очередь это упреждать профилактика очагов. Ликвидировать эти очаги. Для профилактики это вакцинация, другие вопросы. Это задача, которая перед вами стоит. И самое главное – это один из больших вопросов – это идентификация животных. А в спорте первоочередная задача – воспитание местных чемпионов. Глава региона отметил, что для этого необходимо поднимать детский и юношеский спорт. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый – Карагандинский. Новые скверы появятся в этом году в разных районах Караганды. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов в субботу ознакомился с ходом благоустройства скверов, которые ведется в этом году в районе имени Казбекби. В районе имени Казбекби Караганды всего будет благоустроено 4 сквера и 7 мини-скверов. Работы, которые уже начаты в мае, планируют завершить в октябре. В частности, глава региона Ирлан Кушанов ознакомился с ходом работ по созданию новых скверов в микрорайоне Шапогат и перед областным краеведческим музеем. Согласно проекту, на площади перед входом в музей поставят 15-струйный сухой фонтан без чаши. А в самом сквере обновят брусчатку. Работы ведет компания «Жум и СКЕР». Завершить благоустройство подрядчик обязан до 31 июля. Но, как заявил руководитель фирмы, объект будет готов к передаче в эксплуатацию раньше срока. Завершены работы по укладке брусчатки по всему периметру. И здесь тоже будет индивидуальность этого мини-сквера, то, что установление вот таких красочных скамеек. Также мини-скверы разобьют на улицах Язева, Университетской, в микрорайонах Кунгей и Орбита. Здесь положат брусчатку, установят скамейки, урны и опоры освещения. Для каждого из скверов разработали свой дизайн. К примеру, скамейки на улице Язева будут выполнены в форме раскрытых книг, поскольку рядом школа. Брусчатка в микрорайоне Кунгей выложена цветочным узором. А на улице Университетской появятся скамейки блогеров, по бокам которых изображены знаки узнаваемых символов и карандаши. И вот по этим дорожкам в каждом сквере по-разному выложена брусчатка. Вот так вот дети бегут, радуются. Вчера тоже во время празднования, 1 июня, именно сюда вышли от школы. Вот здесь вот у них тоже была такая хорошая прогулка. Такие работы по благоустройству 10 мини-скверов ведутся и в Октябрьском районе Караганды. Ерлан Кушанов обратил внимание подрядчиков на необходимость максимально сохранить уже имеющиеся деревья. А на площадках, выложенных брусчаткой, он поручил предусмотреть места для клумб. Кроме того, Акимобласть ознакомился с ходом работ по благоустройству дворовых территорий. Он посетил дворы по улице Ерубаева и в микрорайоне «Орбита». 700 дворов, да? 700 дворов по Караганде. Из них 300 в таком не очень хорошем состоянии. Из них мы 100 в этом году делаем, 100 в следующий год и 100 пошли. Мы за три года хотим завершить. Ну сразу футбольные площадки. Это все, конечно, не везде. Это постепенно, после мы сделаем. Где-то там сами жильцы что-то, КСК занимают. Мы немолодцы, они выходят, помогают. Субботники устраиваем, все верят, помогают. Оценив работу подрядчиков, Ерлан Кушанов призвал жильцов самим поддерживать порядок в подъездах и на дворовых площадках. Глава региона также напомнил о программе «Рухани Жангару», в рамках которой известные и состоятельные люди могут помогать благоустраивать дворы в своем родном городе или районе. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С прошлого года в Караганде работает дошкольный мини-центр «Колобок», который занимается обучением детей с особыми образовательными потребностями. С августа в мини-центре размещен государственный заказ на 200 мест. В День защиты детей с работой мини-центра ознакомился Акимобласти Ерлан Кушанов. Воспитанники мини-центра «Колобок» встречают высоких гостей. В первый день лета это школьное учреждение посетил Акимобласти Ерлан Кушанов. Гостям показали оборудованные кабинеты. Здесь создана соответствующая материальная база для воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Оборудован медицинский кабинет с изолятором, функционируют музыкальные и физкультурные залы, кабинет языкового развития. Мы использовали все инновационные методы по работе с такими детьми с особыми образовательными потребностями. Работаем по методике сенсорной интеграции, когда задействуются все сенсоры ребенка, для того, чтобы его наибольшую возможность дать ребенку, выявить его способности и скорректировать его. Рассказывая об уникальности мини-центра, педагоги отмечают, что здесь созданы условия для инклюзивного образования. Используются современные практикоориентированные методики, сенсорная интеграция, методики Монтессори и нейропсихологии. С августа прошлого года в мини-центре размещен государственный заказ на 200 мест. Глава области предложил расширять сеть подобных дошкольных учреждений для детей с особыми потребностями. Сейчас надо в первую очередь, я так понял, утвердить нормативы. Тарин должен быть соответствующий, да? Тогда уже интерес у бизнеса пойдет. Да, мы уже, как детские сады, увеличили госзаказ, и бизнесу стало интересно. Смотрите, так? Да, да, абсолютно. Сегодня в мини-центре «Колобок» обучается 50 детей. Еще 10 проходят надомное обучение. Этим воспитанникам мини-центр оказывает методическое сопровождение. С ними отдельно занимаются психологи и социальные педагоги. В мини-центре заявляют, что готовы расширяться, оказывая помощь еще большему количеству особенных детей. Но здесь все зависит от дальнейшего финансирования. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. 4 июня в Караганде прошла городская акция «Символы нашей независимости», посвященная Дню государственных символов Республики Казахстан. Мероприятие было организовано Молодежным ресурсным центром города. Более трех тысяч человек приняли участие в акции, направленной на укрепление патриотизма и духа единства. Проведение акции, приуроченной ко Дню государственных символов Республики Казахстан, стало доброй традицией. Каждый год 4 июня данное мероприятие стартует с автопробега. В этом году по улицам Караганды проехались 26 машин, олицетворяющих 26 лет со дня подписания президентом законов о государственном флаге, гербе и музыкальной редакции гимна Республики Казахстан. С этой знаменательной датой горожан поздравил Аким Караганды Нурлана Убакиров. Он подчеркнул, что значимую роль в олицетворении идентичности и суверенитета страны играют государственные символы. Во все времена и у всех народов Ёмкин концентрированным олицетворением государственности и независимости выступали государственные символы. У нас есть величественные, идейно богатые флаг, герб и гимн. Государственные символы стали подлинным, ярким брендом Казахстана. Они объединяют нас в самые важные моменты в судьбе Отечества. От национальных праздников до спортивных побед. В Красный день календаря перед площадью независимости собралось более трех тысяч человек. Львиную долю из них составила молодежь города. Сегодня молодые патриоты города собрались тут почествовать наши главные символы. Это более трех тысяч человек собрались на площадь независимости. Примечательно, что молодое поколение ясно осознает роль и значимость государственных символов, являющихся незыблемой основой нашего государства. Я считаю, что у каждого гражданина нашей страны появляется чувство гордости, когда он видит наш флаг цветом мирного неба в Олимпийских играх или в деловых поездках нашего президента. И когда слышит наш гимн. Акция продолжилась концертной программой с запуском разноцветных гелиевых шаров. Более трех тысяч присутствующих исполнили вместе национальный гимн Республики Казахстан. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. 3 июня члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» благополучно вернулись на землю. В 18.39 по местному времени спускаемый аппарат благополучно приземлился в Жасказганской степи. По традиции, первую пресс-конференцию космонавты дали в Карагандинском аэропорту. В состав экспедиции на Международную космическую станцию МКС-54-55 вошли космонавт Роскосмос Анатолий Шкаплеров, астронавт американского агентства НАСА Скотт Тингл и японский космический следователь Нори Шиги Канаи. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на землю членов экипажа хорошее. По традиции космонавтов поприветствовал Аким Караганды Нурлан Аубакиров. Прежде всего, позвольте вас поздравить с совершением вашей миссии и благополучным приземлением на Карагандинской земле. С 1962 года началась космическая эра Караганды и встреча космонавтов в нашем городе, это стало уже доброй традицией, которая соблюдается все эти годы. Вот и сегодня мы очень рады приветствовать вас на нашей земле. Также традиционно космонавтам подарили казахские чапаны и русские матрешки, на которых изображены исследователи космоса. Продолжительность пребывания в космическом полете составила 168 суток. За время пребывания на МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций, а также поддерживал работоспособность станции. Самое главное, все поставили задачи были выполнены, никаких мы не сделали ошибок. Станция летает, продолжает жить, поэтому мы рады и счастливы. Ну, конкретно, что мы слетали в космос, мы выполнили все космические эксперименты, которые на стадии, даже больше выполнили, чем это было запланировано. Старались использовать все свободное время, особенно выходные, чтобы делать как можно больше полезного труда на станции. Сегодня на МКС продолжает работу экипаж в составе американцев Эндрю Фойстелла и Ричарда Арнольда, а также россиянина Олега Артемьева. Уже 6 июня с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-09» стартует следующая экспедиция в составе российского космонавта Сергея Прокопьева и астронавтов из США и Германии «Сирены Ауньон» и Александра Герста. В завершение встречи космонавты поблагодарили за теплый прием на Карагандинской земле. Мы гордимся тем, что это происходит именно здесь, на Казахской земле, на нашей второй космической родине. Спасибо большое. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С Международным днем защиты детей подрастающие поколения поздравили врачи поликлиники номер 4. Они устроили для юных карагандинцев красочный праздник, в ходе которого рассказывали о правилах здорового образа жизни, приобщали к веселым играм и поощряли призами. В Международный день защиты детей маленьких карагандинцев стремились одарить вниманием все учреждения. Не стало исключением и поликлиника номер 4. Специалисты поликлиники организовали для детей мероприятие, в рамках которого устроили множество развлекательных игр. Также на протяжении всего дня врачи консультировали горожан по вопросам здорового образа жизни. Люди в белых халатах уверены, что залог успеха нации кроется в ее здоровье, а приобщать детей к здоровому образу жизни нужно с малых лет. Праздничное мероприятие для детей было организовано, чтобы устранить барьеры в общении врачей и маленьких пациентов. У нас сегодня в поликлинике собралось 45 детей. Мы проводим концерты, игры с раздачей подарков, чтобы в этот день дети были веселые, игрались. Потому что взаимоотношения детей с поликлиники, с докторами, доктор, например, ребенка принимает на прием, у него взаимоотношения должны быть теплые, чтобы ребенок тянулся к врачу. В поликлинике номер 4 на протяжении нескольких лет работает кабинет здорового образа жизни. Здесь обучают правилам здорового образа жизни, напоминают о необходимости соблюдения правильного режима, рационального питания и физических нагрузок. Здоровый образ жизни функционирует у нас с 2010 года, то есть этот праздник проводится ежегодно на территории нашей поликлиники. Такое мероприятие дает детям позитивные эмоции. То есть воспоминание о детстве всегда напоминает самое хорошее, самое прекрасное в жизни, что у нас есть. На протяжении всего праздника детей развлекали аниматоры. Они играли в увлекательные игры, читали стихи и исполняли песни. Одним словом, каждый из посетителей продемонстрировал свои таланты, проявил активность и умение работать в команде. В завершении мероприятия врачи вручили детям подарки и настоятельно порекомендовали правильно питаться, проводить больше времени на воздухе и делать физические упражнения. Торжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Военнослужащие регионального командования «Астана» на День защиты детей организовали благотворительную ярмарку. Вкусную выпечку приготовили женщины-военнослужащие, а также жены офицеров. Деньги, вырученные от продажи, будут направлены тяжело больным детям. Настоящая солдатская каша и вкуснейшая домашняя выпечка. Все это в Центральном городском парке подготовили военнослужащие воисковых частей регионального командования «Астана». В областной центр прибыли практически со всех подразделений, в том числе из Цимиртау. В данном мероприятии приняли участие женщины-женсовет и женщины-семей военнослужащих. Выпечку мы сделали собственными руками. Также мы сделали компот, потому что это обязательно, детки попить захотят, так решили. Организация была, флажки, плакаты, лозунги. То есть мы посчитали, что участие в данном мероприятии это один из наших священных долгов, потому что дети – это наше будущее, это наша опора. И мы с удовольствием, с удовольствием приняли участие в данном мероприятии. Ярмарка – это благотворительное. Все деньги, вырученные от продажи, будут переданы на лечение больным детям. И мы уже порешали, собрали совет-женсовет и решили выделить, поделить эти деньги между этими двумя семьями. То есть благотворительные ярмарки детям отдать. Так как детский праздник будем отдавать деткам-инвалидам. В региональном командовании «Астана» отмещают, что военнослужащие Карагандинского гарнизона всегда принимают активное участие в областных и городских мероприятиях, проявляют заботу о детях. В рамках военно-патриотической работы проводятся Дни открытых дверей, организовываются различные спортивные состязания и конкурсы. с привлечением детей военнослужащих. Гульнур Жакен, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Караганду приехал сибирский цирк на льду. Артисты цирка Шапито подготовили для карагандинцев насыщенную программу. Под куполом цирка будут парить воздушные гимнасты на коньках. Выступят животные, в числе которых даже питоны и сибирские яки. Выступление воздушных гимнастов на коньках – лишь одно из многих захватывающих дух номеров сибирского цирка Шапито на льду. В Караганде артисты цирка Шапито бывают часто, но всегда с обновленной программой, готовые удивлять и радовать маленьких зрителей. Новую насыщенную программу сибирский цирк представил карагандинскому зрителю в первый день лета и по совместительству главный детский праздник – День защиты детей. В ближайшие дни карагандинцы смогут насладиться интересной программой, большую часть которой зрители будут развлекать животные. Но эта программа совершенно новая, и фишка этой программы – сибирские яки. У нас будут выступать в конце программы. Очень интересные, необычные животные. У нас есть медведь, крокодил большой, питон четырехметровый, обезьяны, сибирские яки, мини-кпики, хорек, ну и многие животные, кроме хищных кошек. Яркое цирковое шоу успели оценить первые зрители. Маленькие карагандинцы отметили, что выступление цирка на льду стало отличным началом лета и прекрасным подарком на всеми любимый праздник. Довольные зрители поделились своими впечатлениями и рассказали о номерах, которые запомнились им больше всего. Цирк был очень интересным. Мне понравились акробаты, номера с обезьянами и другими животными. Я получил столько веселья и радости. И, конечно же, мне понравился клоун, он был очень веселым и милым. Примечательно, что у самых преданных поклонников цирка есть возможность поучаствовать в номерах. На первом представлении маленькие карагандинцы смогли окунуться в мир удивительного и невероятного, постигнув таинство магии. У всех желающих есть возможность увидеть феерическое цирковое шоу на льду в эти выходные. Сибирский цирк «Шапитор» расположился у торгового центра «Мечта» в микрорайоне Гульдер-1. Телефон для справок 8-771-153-0202. Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В здоровом теле здоровый дух. В Международный день защиты детей аквапарк «Дельфин» распахнул свои двери для участников водные эстафеты. В состязании приняли участие 30 детей в возрасте от 4 до 10 лет. В Международный день защиты детей сотрудники аквапарка «Дельфин» устроили для маленьких карагандинцев увлекательное водное путешествие. 30 детей из различных спортивных клубов города приняли участие в водной эстафете и поборолись за первое место. Если самому старшему участнику было 10 лет, то младшему всего 4 года. Всех детей объединили любовь к плаванию, боевой настрой и стремление победить. Организаторы отмечают, что повышенный интерес к данному виду спорта вызван его несомненной пользой для организма. Польза именно плавания очень велика и разнообразна. Как и детям, не особо развитым физическим, для того, чтобы он начинает развиваться. И как стартовое развитие для любого ребенка в другом спорте. То есть в малом возрасте можно научиться плавать, тренироваться и уйти в другой спорт. Любой, в принципе. Так как плавание развивает практически весь организм, все основные системы. Нервные, сосудистые, ну и двигательный аппарат очень хорошо развивается. Такого же мнения придерживаются и родители. Оказалось, что самые преданные болельщики переживали больше юных пловцов. Все родители хотят для своих детей лишь самого лучшего. А точнее, крепкого здоровья и счастливого детства. Именно по этой причине они водят детей на занятия плаванием и поддерживают на самых первых стартах. Моему ребенку 8 лет, он учится во втором классе. Занимается в аквапарке «Дельфин плавание». Ему очень нравится и коллектив, и тренер. Все очень замечательно. Аквапарк «Дельфин» – это самое лучшее место. Участники эстафеты разделились на три команды, и каждая из которых выбрала себе в качестве имени название обитателей подводного мира. Дельфин, медуза и акула. Эстафета состояла из шести этапов. Все они были направлены на укрепление командного духа, развитие ловкости и реакции. Дети из команды «Акула» оказались самыми быстрыми и продемонстрировали лучший результат. Однако распределение мест не убавило праздничного настроения. Нам очень нравится заниматься спортом всем. У нас у всех почти семья спортивная. Мы участвуем во всех разных эстафетах, соревнованиях. Мы получаем первые места команды и вторые. Нас всегда благодарят. Мои впечатления получили радостные, потому что мы по всем соревнованиям выиграли. Больше всего мне понравился конкурс, где надеялось вниз, с высоти. Хотя в руках достались маленькие шарики. По завершению эстафеты ни один из участников не ушел с пустыми руками. Детей поблагодарили, накормили и наградили призами от аквапарка «Дельфин» и детского мира «Играйка». Довольные дети признали, что получили массу положительных эмоций. А также обратились к своим сверстникам с дельным советом. Спорт – это здорово! Занимайтесь спортом! Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго! Аман Сау, Волстар! Редактор субтитров А.Семкин